Всем привет, мальчики и девочки! Это с вами снова Кэт из городка Вискосвилл. Усаживайтесь поудобнее. Сегодня у нас интересная тема. Хочу вам рассказать о американских женщинах. Американские женщины это что-то с чем-то. Это явление очень такое редкое, но меткое. Хочу вам сказать и рассказать историю, с которой я столкнулась в самом моем начале пребывания в Америке. Я вначале не могла понять в чем дело, а потом с годами до меня дошло, и я все поняла, в чем здесь кроется вся история и что здесь происходит. Американские женщины, они не любят нас. Нас я имею ввиду, себя в частности и всех русскоговорящих девушек и женщин, которые прибыли сюда из простор необъятных наших, из нашего бывшего союза. Почему они нас не любят? Они на нас смотрят как на потенциальных врагов в смысле личной жизни. Они считают, что мы, конечно же, мы красивее, интереснее, и мы отбиваем их американских потенциальных женихов и мужей. Мне посчастливилось в кавычках работать в женском коллективе. Только женщины окружают меня. И из всего этого женского коллектива три старые девы. Это, конечно, я нашла змеиное гнездо. И эти три старые девы на меня смотрят с такими глазами, с такой ненавистью, что они мне ничего, конечно, не говорят. Здесь это не принято ничего плохого говорить тебе в лицо. Но за твои глаза они тебе перемоют косточки так, что все будет хрустеть. И я уверена, 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 они на меня смотрят как на врага народа. Я приехала, понаехала, и такие же, как я, и поотбивали, увели американских мужчин. Но хочу сказать, американские мужчины сами уже давным-давно располагают симпатией к славянским девушкам и женщинам. Сами пытаются устроить свою личную жизнь с кем-нибудь из женщин, но не с американкой. Потому что американка, когда сказали, что русская женщина и в горящую избу войдет, и коня остановит, этот человек ошибся, он не знал, что эти слова относятся к американкам. Именно американка остановит коня на скаку, и в горящую избу войдет, и пятерых сыновей родит, и еще мужа на горбу вынесет, и т.д., и т.п., и всех поставит и построит. Женщина здесь во главе. Всему голова, мастер-хломастер, начальник и босс. Они любят вести себя очень надменно, очень по-боевому, как на работе, так и в жизни. Поэтому, конечно, они красотой не отличаются. Хочу сказать, в Нью-Йорке, в больших городах, особенно где-то на юге, где тепло, где все одеваются красиво в летнюю одежду, там, конечно, есть красивые американские девочки, женщины, и им можно даже позавидовать там. Но здесь, на севере, больше хочу сказать, американки не следят за собою. В нашем, например, районе это печальная история. Они, конечно, за собой не особо следят, особенно если она вышла замуж, все. Ей больше ничего не надо. Она может одеть пижаму, тапочки и в таком виде пойти ходить по магазинам. Конечно, для России, например, Санкт-Петербург и Москвы это полный нонсенс. Но в Америке такое случается сплошь и рядом. И, конечно же, 80% всего населения, включая американских женщин, страдает избыточным весом и даже очень избыточным. Хочу вам рассказать очень интересную короткую историю, которая была и случилась в моей жизни. Я была свидетелем этого. Я уже когда-то упоминала в своем виде, что я начинала работу в американском госпитале с очень тяжелого отделения. Я начала работать на отделении по пересадке внутренних органов. Мы пересаживали почки, печень. И плюс потом наше отделение стало делать операции на желудке, по урезанию желудка, размера желудка, чтобы люди худели. И вот у нас была такая пациентка, молодая дама, но необъятных, необъемных размеров. И ей сделали эту операцию по урезанию желудка. Она у нас побыла на отделении несколько дней. Ей не давали ничего кушать, только жидкость. Потом ее выписали домой и сказали потихоньку, постепенно вводить пюрообразную еду в очень небольших количествах. Знаете, что она сделала? Первый день, когда она приехала из госпиталя, она съела килограмм колбасы. У нее разорвался желудок. И она опять поступила к нам по скорой в больнице на срочную операцию. Вот такая вот история из жизни. Вот такой вот случай. И это абсолютно сплошь и рядом. Я просто привела пример, чтобы вы имели представление, что здесь происходит по поводу еды. Очень много людей тучных, с излишком веса. И они на нас смотрят. На нас! Я имею в виду на нас! Кто более-менее стройный? А они на нас смотрят с нелюбовью. Давайте так скажем. Например, у меня на отделении мои американские незамужние дамочки всегда смотрят и говорят, «Ууу, ты чего такая худая? Тебе что, муж не кормит?» Я говорю, «Да, не кормит», говорю. Так что считают, что я худая, хотя я себя совершенно худой не считаю. Я веду здоровый образ жизни. Достаточно питаюсь хорошо, смотрю, что я кушаю. Но, тем не менее, для американок я очень худая. Наверное, это хорошо. Говорите, говорите. Так что вот, хочу вам сказать, девочки, кто сюда приедет и кто не знает о этой ситуации особо, американки нас здесь не жалуют. Хочу вам сказать, за 15 лет жизни в Америке у меня нет ни одной американской подружки. У меня есть знакомые, не поймите меня неправильно. У меня есть американские знакомые, есть приятельницы американские, но подружки у меня только русские. Только русская душа может понять русскую душу. Вот такие вот у нас творятся делишки в Вескосвилле. Кому интересно, ребята, приезжайте в Америку, сами убедитесь и посмотрите. На этом я хочу вам пожелать всего самого-самого доброго, самого-самого хорошего. И помните, жизнь коротка, жизнь коротка. Не сидите дома, поднимайтесь, идите, творите, наслаждайтесь жизнью. Я вас люблю, целую. Всем привет от Кэт из городка Вескосвилл. Bye-bye.